Начало нового года мы традиционно встречаем вот у этой елки, потому что российский автомобильный рынок подводит итоги 2019 года. Россия сохранила пятое место в Европе, позади нас Испания, впереди Италия, Франция, Великобритания и Германия. По выкладкам Ассоциации Европейского Бизнеса, которая традиционно ведет статистику рынка, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России просели на 2,3%. Итог за 12 месяцев 1 миллион 760 тысяч штук, хотя еще в позапрошлом году рынок существенно рос. Но дальнейшему восстановлению помешали поднятый МДС и вдвое урезанная госпрограмма льготного автокредитования. Особенно, я думаю, что для некоторых дилерских предприятий, компаний, холдингов год был очень сложным, склады полны. То есть многие дошли до предела своих возможностей и, соответственно, они должны реализовать то, что они уже закупили в прошлом году. Наступивший год едва ли окажется легче. По прогнозу А и Б, рынок в лучшем случае сохранит нынешний объем, но еще вероятнее, что вновь сократится на пару процентов. А в 2019 году командный зачет вновь возглавила «Лада». Пять машин марки вошли в топ-25 моделей рынка. Однако с первого места «Весту» сместило модернизированное и объединенное семейство «Калины и Гранты». Почти 226 тысяч автомобилей продала «Кия», которая остается крупнейшим иностранным брендом в России. В нынешнем году корейская марка готовится к 5-процентному падению рынка. Мы пока не объявляли повышение цен в этом году. У дилеров еще достаточно много автомобилей 2019 года производства. И вообще подход к ценообразованию «Кия» заключается в том, что мы не являемся лидерами повышения. Мы очень тщательно отслеживаем все акции игроков на рынке и потом стараемся следовать среднему уровню роста цен. Но пока, на сегодня, мы не повысили цены ни на одну ману. В нынешнем году «Кия» готовит нам 8 новинок. Три из них известны точно. Это компактный паркетник «Кия Селтас», рамный внедорожник «Махаб» и приподнятый хэтчбек «Кия Иксид». А как насчет большого кроссовера «Тил Ю Райт»? «Тил Ю Райт» — это звезда американского рынка. Модель, которая производится только в Америке и разработана только для рынка Северной Америки. Мы не планируем ее в России, но у нас и без «Тил Ю Райда» будет очень много новинок. Мы уже говорим о том, что будет 8 премьер в 2020 году. Это рекорд для нас. 8 новых и обновленных моделей. Будут премьеры и у компании «Хёнде», которая сумела сохранить объем продаж на прошлогоднем уровне. Наша компания планирует сохранить свои позиции с точки зрения доли рынка в 10%. Это наш целевой показатель. Соответственно, рынок мы видим так же, как и сегодня был показан на «ИБ» где-то в небольшой отрицательной зоне. Плюс-минус от нуля до минус 2-3%. Поэтому, собственно, мы планируем реализовать порядка 180 тысяч в следующем году. Четвертую строчку российского рейтинга марок занимает «Рено». Хотя запущенная «Лето Маркана» пока не вошла в топ-25 самых востребованных моделей. Год 2019 был для нас, для компании «Рено Россия» довольно успешным. Мы продали 145 тысяч автомобилей, что обозначает прирост 6% по сравнению с 2018 годом. При этом рынок, как вы знаете, снизился на 2-3%. Поэтому мы в этих условиях сумели наращивать долю рынка до 8,3%. «Фольксваген» остается маркой номер 5 в России. Старичок Поло постепенно теряет популярность и ждет сменщика. Но у «Тигуана» дела идут хорошо, как и в целом у концерна. В декабре мы показали новый «Рапид» и новый «Корок». «Фольксваген» уже объявил, что будет новое «Дето». «Дето» возвращается, это совершенно новое «Дето». Будет новый «Посад», будет «Артеон» в России. Что-то уже объявлено и будет, я обещаю, еще много интересного. «Шкода» сделала ставку на локализованные модели. В топ-25 ворвался «Кодиак», а в будущем году там наверняка найдется место и младшему «Короку». А вот самый маленький «Камик», с которым на всякий случай знакомили российских журналистов, в Россию все-таки не приедет, невыгодно. Нет. Нет. Я извиняюсь за очень короткий ответ. Мы очень-очень старались просчитать все, но мы не можем никак произвести какой-то даже не оптимистичный, но не утральный бизнес-как. Просто эта машина, к сожалению, не получится сделать здесь локально. Десятую строчку рейтинга марок в прошлом году занимал «Форд», но сворачивание легковой программы опустило марку ниже. И в нынешнем году с результатом почти в 44 тысячи автомобилей десятку замкнул «Мерседес». Это всего лишь на процент меньше, чем годом ранее. Наши ожидания ясны – остаться номером один в премиум-сегменте, как бы ни развивался российский рынок в целом. Построенный летом подмосковный завод выпускает седаны «Мерседес Е-класса», кроссоверы GLC, а под конец года освоил и GLE. Марка «Форшен» растила продажи на целых 18%. У новоявленной корейской марки «Дженезис» прирост еще выше, но в когорте самых премиум-марок результат «Порше» лучший. Премиум-рынок ведет себя иначе. «Порше» празднует рекорд. В минувшем году мы продали в России более 6 тысяч машин. Я думаю, мы самый прибыльный бренд для дилеров. Марка «Митсубиши» сместилась в общем рейтинге с 11 на 12 место. Год был трудным. Мы начали с роста, который сменился падением по итогам первого полугодия. И оно оказалось даже сильнее, чем мы ожидали. Рынок надеялся на оживление продаж хотя бы к концу года, но его не случилось. Еще один японский бренд «Сузуки» вопреки рынку нарастил продажи на треть и поднялся с 25-го места на 24-е. Мы успешно запустили две модели – обновленную «Витару» и полностью новой «Джинни». Наши усилия окупились интересам покупателей. Два этих автомобиля обеспечили рост продаж для всей марки «Сузуки» в минувшем году. Марка «Субару» из-за небольшого снижения продаж опустилась на строчку ниже и замыкает сейчас топ-25 марок. 2019 год был тяжелым, но мы достигли своей цели благодаря своим клиентам. Новый год тоже обещает быть трудным, но я бы хотел отличься от цифр и обратить внимание на сам бренд «Субару». Он любим россиянами, и это главное для нас. На 26-ю позицию вышла марка «Черри», уверенно занимающая третье место среди китайских брендов. 2019 год мы прошли лучше, чем 2018 год. Прежде всего были выведены на рынок две абсолютно новых модели, базирующиеся на новой платформе. Это «Тига-4» и «Тига-7». Они фактически превратились в новые бестселлеры и постепенно начали выдавливать из наших продаж старый бестселлер «Тига-3». Замедление продаж автомобилей, разумеется, тянет вниз и смежную сферу автомобильных масел. На рынке легковых автомобилей, безусловно, мы идем в ногу с автопроизводителем, если говорить про большие контракты. И здесь, конечно же, ситуация печальная. В случае с поддержанным рынком мы пока растем. Напомним, что в 2020 году рынок вступает с новыми, увеличенными ставками утилизационного сбора. АИБ считает, что дополнительные расходы возникнут не только у импортеров, но и у локальных производителей. Как минимум в силу того, что механизм компенсации утилизбора постоянно меняется, а условия специальных инвестиционных контрактов засекречены. Мы все хотели бы, чтобы было лучше, но пока не видим причин, почему у нас должен быть рост. В минувшем году Россию покинули легковые «Форды», но вернулся «Опель». Пришел китайский GAC, готовится возобновить продажи и узбекский «Равон». Рынок 1,7 млн, 1,8 млн. На 60 брендов он просто не рассчитан. Топ-10 занимает львиную долю рынка, а остальные размыты на 50 брендов. Получается, что повышение требований по локализации приводит к тому, что неэффективно многим производителям становится на этом рынке присутствовать в принципе. Потому что локализовать они не могут, потому что под тот объем нет производителей автокомпонентов, которые им нужны. Экспорт – это утопичная история, нас там не ждут. Минпромторг возобновил субсидирование автокредитов. Однако, по опыту предыдущих лет, выделенных 5 млрд. рублей хватит только на первый квартал. К тому же, в программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» по-прежнему участвуют машины ценой до миллиона рублей. А значит, эта мера способна поддержать лишь некоторых покупателей, но не рынок в целом. Продолжение следует... Продолжение следует...